Представлюсь. Меня зовут Андрей Бирюков. Я занимаюсь информационной безопасностью более 15 лет в различными направлениями, в том числе защитой виртуализации, защитой контейнеризации. Являюсь автором нескольких книг и множества статей по информационной безопасности и IT. Пишу в том числе в блоге Отуса на Хабре. Там можно увидеть мои статьи. Ну и также преподаю на курсе Девси Копс и на некоторых других курсах в Отусе. О чем мы будем сегодня говорить? Немножко расскажу про Отус, про учебный центр, и дальше перейдем непосредственно к теме занятия. Поговорим про докер, про оптимизацию сборки и ее проблем. Ну, заодно рассмотрим, так сказать, основы докера для тех, кто плохо знаком с этой темой. И дальше поговорим о безопасности контейнеров. Основные моменты рассмотрим, что можно сделать для того, чтобы ваш контейнер был более безопасен. Далее поговорим о команде курса, рассмотрим программу курса. Дальше будет небольшая такая бонусная информация с HeadHunter. Несколько вакансий будут рассмотрены и те требования, которые предъявляют работодатели. Ну, и рефлексии, вы можете задать вопросы. Хотелось бы, конечно, чтобы вы написали в чат что-то о себе, какой у вас опыт в IT, какой основной целью вы записались на занятия. Хотелось бы понимать, какой уровень тех, кто интересуется данной темой, интересуется нашим учебным центром для того, чтобы адаптировать материал. В частности, также хотелось бы знать, если этого слайда нет, знакомы ли вы SOTUS, работали ли вы SOTUS до этого, либо обучались здесь, либо просто слышали. Вот было бы неплохо, если вы напишите в чат. Я чуть позже перейду на вкладку с чатом, посмотрим. Ну, а пока продолжим. Какие у нас правила вебинара? Ну, активно участвуем, задавайте вопросы в чат. Вопросы в чате вижу, могу ответить не сразу. Ну, в данном случае, да, мне придется для этого, как минимум, переключиться во вкладку с чатом для того, чтобы посмотреть, какие есть вопросы и на них ответить. Ну, немного об учебном центре. Что тут специализируется на обучении в IT? Наша фишка – продвинутые программы для специалистов с опытом и быстрый запуск курсов по новым набирающим популярность технологий. В SOTUS много различных направлений, по каждому из них имеются курсы, периодически запускаются новые потоки, и, соответственно, все обновляется. На каждом потоке обновляется информация, обновляются слайды, могут новые занятия добавляться, поэтому действительно поддерживаем все в актуальном состоянии. Партнеры – современные технологические компании. Обучение привлекает специалистов различных грейдов, то есть от junior до senior elite. Для всех уровней есть курсы, то есть от курсов для начинающих и какие-то более сложные варианты уже для специалистов. SOTUS имеет образовательную лицензию, курсы являются программой повышения квалификации по профессиональной переподготовке. По завершении обучения выдается приложение к диплому. Если вы выполнили итоговую работу проектную, если сдали домашнее задание, соответственно, будет выдано дополнение к диплому. Вот специалисты различных грейдов и какие у нас есть основные направления. Программирование, различные языки, инфраструктура, тоже операционные системы, решения, тестирование, аналитика, data science, управление, разработка игр и, собственно, информационная безопасность. То, о чем мы сегодня и будем говорить. Немного цифр. Более 130 курсов для различных специалистов и менеджеров. Более 600 преподавателей делятся знаниями. 6 лет со дня основания компании. Более 20 тысяч выпускников. Более 430 тысяч специалистов в нашем сообществе. Читают материалы, общаются в наших площадках. Одной из площадок является блок на Хабре. Вот, собственно, тот слайд, про который я говорил. Напишите, пожалуйста, цифру 1, если уже учились, 2, если не учились, но слышали, и 3, если впервые знакомитесь с ОТУС. Пока никто не написал, но было бы все-таки интересно. Ну и перейдем к основной теме нашего вебинара. Это обеспечение безопасности в докер-контейнерах. Цель вебинара изучить введение в оптимизацию сборки докер-образов. Ну вообще, что из себя представляет сборка образов. Какие принципы оптимизации могут использоваться. Ну и что с этой оптимизацией не так. Какие есть подходы к обеспечению безопасности. Для того, чтобы наш контейнер был не только оптимальным, оптимизирован, настроен, но и при этом безопасным. Начнем с оптимизации сборки в докер и о тех проблемах, которые возникают. Ну, что вообще из себя представляет контейнер докер? У нас имеется докер-файл. То есть такой текстовый файл, каждая строка из которого – это, по сути, слой в нашем контейнере. Обычно первая строка – это используемый образ. Затем идут тоже какие-то команды, какие-то действия. Больше слоев, больше размер образа, ниже скорость сборки. Понятное дело, что каждая строка, она требует каких-то затрат времени на сборку. Если мы первый раз этот образ загружаем, мы еще тратим время на то, чтобы его загрузить. Если мы до этого его загружали, он уже хранится в кэше. Тогда ситуация несколько лучше. И таким образом наш контейнер собирается вот из этих слоев. Как он может выглядеть? Вот такой докер-файл. Первая строка. Здесь указано название базового образа – Ubuntu. То есть мы берем из репозитория образ Ubuntu. На нем выполняем команду apt-clear. Чищаем кэш, apt-update. Загружаем обновление. Обновляем репозиторий. Обновляем репозиторий. Затем устанавливаем Python 3. Устанавливаем Python 3. Казалось бы, все в общем-то понятно. Ничего тут особо сложного нет. На выходе получаем соответственного Ubuntu, на который обновлен репозиторий. Установлен Python 3 и Python 3. Дальше уже можно с ним работать. Ну, если мы хотим как-то прооптимизировать всю эту историю, чтобы все работало побыстрее, можно в одну строку написать, как здесь показано. Install Python 3. Install Python 3. Будет работать быстрее, потому что меньше слоев. Тут у нас в одном слое сразу две команды выполняются. Все, уже оптимальный. Но здесь возникают некоторые проблемы. Да, вот мы так сделали. Казалось быстрее. Но у нас возникла необходимость доставить еще один пакет. Допустим, Corel. Соответственно, мы дописали в эту строку еще один пакет. Но Docker, он, конечно, у нас хитрый. Он все кэширует. У нас предыдущий слой не изменился. Как был апдейт, так апдейт и остался. И затем, когда мы заново запустим сборку Docker файла, этот шаг, ну, он не выполняется. У нас Ubuntu уже загружено. Аpt Clear, apt Update, эти шаги уже выполнялись. Заново мы их выполнять не будем. А будем сразу ставить то, что здесь прописано. Вот в этом третьем слое. Третий слой у нас изменился. Соответственно, мы заново будем ставить Python 3, Python 3 pip. И вот тот Corel, который мы дописали. Но при этом пакет у нас придет не обновленный. Если предыдущие пакеты, ну, они были обновлены, когда мы выполняли все это дело целиком, то когда мы дописали Corel, эти пакеты обновляться не будут, ну и ладно. А вот Corel, он придет уже не обновленный. То есть, какой он был там до этого в репозитории, тот он и загрузится. И это, конечно, не очень здорово, потому что мы можем поставить не последнюю версию, либо у нас завершится все с боем, вообще не найдется нужный пакет, либо поставим не последнюю версию. Если бы мы делали отдельно по одной команде, то тогда у нас бы этот Corel поставился. То есть, все инструкции, которые находятся выше нашего изменения, остаются такими же, берутся из кэша. И как все-таки оптимизировать эти инструкции максимально корректно? Потому что сейчас у нас возможная ситуация, когда мы загрузим не последнюю версию. Мы можем просто прописать вот в одной команде все эти три действия. В таком случае у нас не закэшируется этот слой, когда мы Corel добавим, а каждый раз будет выполняться Clear и Update. И устаревших версий у нас не будет. Проблем с репозиториями у нас не будет. У нас все обновится так, как нам нужно. То есть, оптимизируя, мы при этом должны помнить о том, что Docker кэширует, и, соответственно, хотим что-то изменить, хотим поставить актуальную версию необходимого. Тогда вот в одной команде все делать. Удаление кэша. Опять-таки, мы все еще в том же блоке run. У нас тоже вот слэши отдельные. Мы объединяем все в инструкцию end. И плюс еще удаляем кэш APT, для того, чтобы у нас в кэше менеджера пакетов тоже ничего не оставалось лишнего, чтобы он оттуда ничего не брал, не проявлял никакой ненужной инициативы, а, соответственно, каждый раз качал тут по новой все это дело. Потому что в конце мы удаляем, соответственно, у нас ничего в кэше не остается. Удаление файлов лучше делать в той же инструкции, где их и создаете. То есть, возможно, это не слишком удобно, когда у нас в одной строке куча команд, но с точки зрения логики докера, с точки зрения логики докер-файла, файл парсинга, так как бы лучше всего. Если мы удалим файл в следующей инструкции, он останется в предыдущем слое и никуда не денется с нашего диска. То есть, получится так, что в следующий раз эта команда уже не выполнится. Потому что это другой слой, он не изменился, зачем ее выполнять? Ну, все вполне логично. А если мы делаем все в одной команде, мы что-то здесь поменяли, соответственно, этот слой будет каждый раз выполняться, когда мы в нем что-то меняем. Инструкции, которые мы планируем изменять, лучше ставить ниже остальных. Ну, вполне логично. С точки зрения последовательности, с точки зрения тестирования всего этого дела, дописываем в конец, для того, чтобы понимать, что у нас изменилось, что может пойти не так. Инструкция копия. То есть, у нас не должно быть несколько команд копий, лучше объединять копирование файлов в одну команду, чтобы сократить количество слоев. То есть, с точки зрения оптимизации, тоже нежелательно, чтобы у нас было много слоев. В одном слое можем сразу указать, сколько файлов, куда надо копировать. То есть, тоже такая оптимизация. Ну, очевидная вещь. Используйте легковесные образы операционной системы. Чем он легче, тем меньше будет времени занимать его загрузка, если мы это первый раз делаем, либо если мы кэш не используем, нам надо каждый раз образ загружать заново. И, соответственно, быстрее все работает. Ну, к тому же хорошее правило, что чем легче образ, тем он меньше уязвимости будет содержать, просто потому что в нем меньше сервисов запущено, как бы нет ничего ненужного. Всем от этого лучше. То есть, докер, он больше заточен под решение таких легковесных задач. И, как бы, чем легче образ, тем лучше. Ну, и что касается оптимизации, какие у нас тут есть вопросы, пока никаких нету. Ну, в целом, насчет докера, его преимущество заключается в том, что мы можем более эффективно использовать аппаратные мощности, еще более эффективно, нежели виртуализация. Соответственно, можем запускать много контейнеров на одной машине, оптимально использовать память, оптимально использовать ресурсы процессора. Недостатки докера. Мы контейнер удалили, перезагрузили, все данные потерялись, которые внутри него создавались. Соответственно, если мы хотим данные сохранить, нам надо монтировать какие-то тома, какие-то внешние ресурсы, и таким образом сохранять где-то вне данные. То есть для баз данных это, конечно, совсем неудобно. Обычно, если нам нужна база данных, мы ее поднимаем на виртуалке, а всякие там фронтенды уже поднимаем на контейнерах. Также у нас контейнер, в отличие от виртуалки, работает с операционной системой напрямую. В то время как в виртуальных машинах у нас гипервизор выступает посредником между хостовой операционной системой и, собственно, тем, что крутится в гостевой операционке. То есть из-за этого возможны некоторые сложности с безопасностью. Но зато контейнеры позволяют реализовывать микросервисные архитектуры. Когда у нас отдельный сервис, как бы наше приложение делится на множество сервисов, каждый из этих сервисов запускается в отдельном контейнере, мы можем экспериментировать с какими-то сервисами, переписывать их на других языках, использовать другие фреймворки, и при этом это не будет влиять на все остальные компоненты нашего приложения, потому что они крутятся в других контейнерах и друг другу не мешают, никаких проблем с совместимостью. Ну, конечно, к микросервисам тоже разные отношения. Я как-то писал на Хабре статью про микросервисы, и потом народ минусовал саму идею, что микросервисы – это стильно, модно, молодежно, но при этом не так уж эффективно, и старый добрый монолит иногда гораздо лучше. Поэтому, возможно, разные подходы, просто микросервис – это еще один вариант разработки приложений. Ну, давайте поговорим о безопасности докера. Рассмотрим основные подходы к безопасности, что можно сделать для того, чтобы ваш контейнер был более защищен. Прежде всего, используйте наименее привилегированного пользователя. То есть, если у нас в докер-файл не указан пользователь по умолчанию, контейнеры выполняются с использованием пользователя root. Смотрим наш докер-файл. Здесь у нас нигде пользователь не указывается. То есть, логично, что он у нас запустится под root. По умолчанию, докер запускает контейнеры от имени пользователя root. Когда это пространство имен затем сопоставляется с пользователем root, запущенным в контейнере, это означает, что контейнер потенциально имеет root доступ на хосте докер. То есть, мы можем выбраться из контейнера и получить root на хостовой машине, что тоже очень нездорово, потому что это классический пример поднятия привилегий. Если ваш контейнер запускается под root, и у вас есть возможность запустить любой контейнер, соответственно, вы можете запустить контейнер таким образом, что получите root. на хостовой машине. Что самое главное? Получите доступ к KTC Shadow и все сопутствующие последствия с точки зрения безопасности. Механизм Docker Content Trust. Необходимо включить этот механизм. Если вы попытаетесь загрузить неподписанный образ, такой запрос будет удален. То есть, есть специальная утилита Docker Notary, есть такое средство, как Harbor, но оно больше даже уже не для Docker, а для Kubernetes, для такой оркестрации контейнеров, но тоже можно использовать непосредственно с Docker. Суть в том, что мы разработали контейнер, как бы собрали его и подписали. И если он у нас подписан, соответственно, он будет загружен, запущен. Если он у нас не подписан, и мы используем вот эту опцию, Docker Content Trust, то, соответственно, он не будет загружен. Попытка его выполнить будет завершена ошибкой, и ничего как бы не произойдет из того, что мы ожидаем. Типичная проблема у нас заключается в том, что контейнеры содержат ошибки. И, соответственно, уязвимости. Мы чуть дальше посмотрим непосредственно на сайте Docker, какие есть контейнеры, какие в них есть ошибки, чтобы было понятно, что устаревшие контейнеры использовать не стоит, устаревшие образы. Docker Scan для сканирования образов. Это утилита, эта команда использует движок SNEG. SNEG – это довольно известный сканер облачные уязвимости. Они для веб делают, и для контейнеров. И, соответственно, можно на данном движке просканировать, узнать, какие есть уязвимости. Есть также другие инструменты сканирования. Триви, например, можно использовать. Отравливаем его на нужный образ. Он нам говорит, какие в нем есть ошибки, уязвимости. То есть классический сканер уязвимости, но заточенный именно для работы с образами контейнеров. Вот проблема секретов. Если бы мы говорили про Kubernetes, все было бы проще. Там есть такая сущность секрет. Сохраняем в ней конституциональные данные, и они напрямую передаются в контейнер. И никаких там YAML-файлов нигде у нас не фигурируют эти секреты. То есть проблема в чем? Иногда при создании приложения внутри образа Docker вам нужны секреты, такие как закрытый ключ, пароль для подключения, для извлечения кода из частного репозитория, или вам нужны токены для установки частых пакетов. Так или иначе, вам нужно внутрь контейнера передать какие-то конституциональные данные. В избежание кэширования такой информации в слое образа храните подобную чувствительную информацию за пределами Docker-файла. То есть у нас есть в Docker-файле набор команд. Ни в коем случае там не должно быть этих существенных данных. Ключа для SSH, какого-то пароля. То есть эти действия эти настройки не должны храниться в Docker-файлах. Пусть там ваш контейнер после запуска куда-нибудь обращается, сам забирает эти настройки. Там еще какой-то механизм, но суть в том, что в самом Docker-файле эта информация храниться не должна. мультистейджинг позволяет собирать, использовать образы, вмещающие в себя только самые необходимые для своей работы. То есть у нас есть какой-то базовый образ, мы из него делаем маленький образ, содержащий только те компоненты, которые нам нужны для наших задач. То есть берем изначально тот же Ubuntu, допустим, и из него извлекаем только то, что нам нужно. Соответственно, тем самым мы уменьшаем сам контейнер и уменьшаем поверхность атаки, которая у нас возникает, когда у нас слишком много сервисов. Запущены ненужные сервисы, все это в итоге может привести к увеличению поверхности атаки, злоумышленнику будет легче взломать наш контейнер. Каждый образ докер может иметь несколько тегов. Сейчас мы тоже потом посмотрим на докер хабе, являющихся вариантами одного и того же образа. Самый распространенный тег Latest, логично, который представляет последнюю версию образа. Помечаем тегом Latest то, что у нас актуальной версией является. Означает, что базовый образ может меняться между сборками, может привести к небесказуемому поведению из-за изменений внесенных в базовый образ. Поэтому во избежание используйте конкретные фиксированные теги версии. А вот это у нас как раз где-то здесь было. Вот здесь, например, конкретно фиксированный тег 20.04. То есть не какой-нибудь Ubuntu просто или Ubuntu Latest, а вот конкретная версия. Все равно у вас приложение заточено под определенную версию образа, и именно ее и надо указывать в докер файле. Для того, чтобы не получить какую-нибудь другую версию, может быть, даже более новую, но при этом ваше приложение с ней не будет работать. Команда копия рекурсивно копирует локальные файлы с заданными исходными целевыми файлами или каталогом. Мы, собственно, эту команду уже видели ранее в примерах. Команда ад рекурсивно копирует локальные файлы, неявно создает каталог назначения, когда он не существует. Работает с локальными удаленными архивами. Может использовать URL в качестве источника. Опасность команды ад заключается в том, что она использует URL в качестве источника загрузки архива. В результате у нас возможна реализация атаки человек посередине. То есть мы откуда-то качаем эти файлы, которые хотим скопировать в наш контейнер. Есть определенные вероятность, злоумышленник каким-то образом реализовал атаку человека посередине между тем узлом, с которого мы качаем наши файлы и нашим контейнером. Он может различными способами реализовать эту атаку, какие-нибудь там левые настройки DHCP подсунуть, может на канальном уровне загнать весь трафик через узел, который он контролирует. Так или иначе он может подменить вот эти файлы, которые наш контейнер, и в результате нам загрузится не совсем то, что мы хотели. Автоматическая распаковка скаченного архива может привести к эксплуатации уязвимостей. Здесь классический пример того, что нельзя доверять тому, что мы загружаем из сети. В данном случае нельзя доверять тому, что мы загрузили откуда-то, а вдруг это не совсем то, что мы ожидали, и в итоге у нас случится что-нибудь не очень приятное. То есть, да, мы можем использовать там SSL, хотя тут тоже есть нюансы, потому что если нам, например, подменили настройки DNS, то мы по SSL можем подключиться не к тому узлу, которому хотели. Мы вводим вроде правильное имя узла, а нас перекидывает на узел контролируемый злоумышленникам. И в таком случае нам собственно SSL особенно не поможет. Как бы этот поддельный фишинговый узел нам загрузит те же файлы, что мы ожидаем, но внутри их будет совсем другое. Поэтому как бы слепо загружать по ссылке не стоит. То есть лучше использовать в таком случае копии, нежели ад. По крайней мере, если речь идет про URL, про копирование с каких-то внешних ресурсов. Использование линтеров позволяет проводить анализ докер-файл в реальном времени, показывать предупреждение о любых ошибках, которые не соответствуют Best Practice. Такой инструмент можно интегрировать в среду разработки. Насколько я знаю, вот этот Visual Studio редактор. Туда можно настроить специальный плагин, который будет использовать вот эти анализаторы того, что мы делаем. Тут какие-то рекомендации он выводит. не указана версия, удалите apt-get list после установки чего-либо. Дальше у нас идет выполнение этих команд. инструмент. Используйте workdir для переключения в каталог. Вот тут какие порты использовать и так далее. Тоже такой дополнительный инструмент. Ну и в целом у нас курс посвящен DevSecOps. Это развитие DevOps. В DevOps у нас присутствует процесс CI-CD Continuous Integration, Continuous Deployment и правильный полноценный подход интеграции в pipeline комплексных проверок по всем доступным видам анализа. Статический анализ, анализ зависимости, анализ черным ящиком, интерактивный анализ, анализ процессе выполнения. То есть здесь у нас имеется наше приложение, оно помещается в наш контейнер, помещается в докер файл, SCA анализирует те зависимости, которые мы используем в нашем приложении, потому что никто не пишет код с нуля, соответственно есть зависимости, есть чьи-то библиотеки кем-то уже написанные, если библиотеки написаны давно, если они давно не обновлялись, их никто не поддерживает, в них могут быть уязвимости. И соответственно такие вот анализаторы как раз проверяют какая-то версия библиотеки, как давно она обновлялась, какие в ней есть уязвимости, поддерживается ли она кем-то, и на этом основании мы уже можем получить как бы фейл, что у нас какая-то библиотека устарела, какая-то библиотека содержит уязвимость, и как бы ее нельзя использовать. SAS это статический анализ исходного кода, но это больше относится к коду нашего приложения, который мы хотим использовать в контейнерах. такие анализаторы тоже проверяют на использование небезопасных функций, какие-то хардкоженные пароли и так далее. Дальше у нас идет QlityGate. Он анализирует информацию от SCA, от SAS, какие были найдены неуязвимости, какого они уровня, high, critical, или может там каким-нибудь medium, medium, так и быть, мы можем пропустить, сколько вообще тестов было пройдено для нашей сборки, то есть отдельно здесь еще этап тестирования, и в результате уже по этим правилам QlityGate мы решаем допустить до сборки данный проект, данный исходный код, или же сказать, что не переделывайте и потом еще раз приходить, слишком много у вас всего, то есть QlityGate мы указываем некоторые пороговые значения, превышение которых автоматически приводит к фейлу и недопущению к сборке, скажем так, если все пройдено, тогда переходим к этапу сборки, дальше нам важно сохранить наш артефакт, в случае с контейнерами соответственно эти наши готовые образы, мы их подписываем, сохраняем, например, в решении типа Harvard, которая гарантирует, что эти образы не будут никем изменены, хранилищу доступ по ролевой модели идет, то есть кто попал туда не имеет доступ, и дальше уже в деплой мы допускаем только подписанные образы, которые не изменились, которые можно считать доверенными. соответственно потом в процессе выполнения у нас идет интерактивный анализ, анализ в процессе выполнения уже ну как бы собираем логи, реагируем на какие-то сбои. Это такой комплексный подход, он относится не только к контейнерам, но и вообще к любой разработке CI-CD. можно посмотреть есть нет, ладно. Также мы можем ограничить возможности контейнера использованием различной флаги при работе с ядром, чтобы каких-то лишних пункций он в принципе не мог выполнить. Предотвращаем повышение привилегий, то есть используем флаг no new privileges для того, чтобы кроме тех прав, которые у нас назначены в нашем докер-файле, у контейнера никаких новых прав поднять нельзя было. Межконтейнерное взаимодействие. если нам не надо чтобы между контейнерами какой-то обмен трафиком шел, то соответственно используем этот флаг. Если нам это надо, используем сетевые драйверы докера. Там есть отдельные механизмы. В линуксе они реализованы лучше всего. Можно и на канальном уровне что-то придумать, на сетевом. И таким образом по сути мы выстраиваем свои сети. а вот так скажем тупое межконтейнерное взаимодействие лучше исключить в принципе. Модули безопасности линукс. Это уже относится в принципе к линуксу. Механизм ядра политика SE линукс. Если вы грамотно настроите SE линукс, то у вас все будет гораздо более защищено. Другое дело, что просто так не все хотят настраивать SE линукс. Когда в какой-нибудь астролинукс спешл эдишн это уже установлено, там тогда все пользуются. Вынуждены пользоваться. А так просто так SE линукс особенно никто ставить не хочет. Ограничивайте ресурсы контейнеров по памяти, свопу, CPU. То же самое есть в кубернетисе, но суть в том, что чтобы у нас контейнер не потреблял всю память, не считал, что ему дозволена вся память в системе, мы можем заранее это ограничить для того, чтобы контейнер знал, какая граница по ресурсам ему доступна. Read-only файловая система и тома, если это применимо. Здесь файловая система read-only у нас запускается. Здесь мы монтируем том в режиме только на чтение. таким образом тоже мы можем обезопасить использование контейнера, обезопасить приложение внутри контейнера, если грамотно монтировать внешние ресурсы. Так, что у нас там нету? Так, токер есть, отлично. Так, на самом деле нам даже пока не то, что в докер нужен, посмотрим. Откуда мы берем репозиторию контейнеры образы по умолчанию? Есть такой ресурс hub-докер. смотрим. Что у нас тут? Допустим, Nginx. У нас есть множество образов. Вот последний обновленный пять часов назад, четыре дня. Мы сейчас куда-нибудь назад отбежим. Четыре дня, но это, наверное, неинтересно. шесть. Нет, немножко не туда ускакал. У нас есть базовый образ. Посмотрим его эволюцию в плане уязвимости. Вот видим последний. Даже тут у нас что-то есть. Какие-то уязвимости хайси верите. Что мы тут видим? Вот, собственно, все слои этого образа. Что там внутри есть? Debian. Вот это сборка. И дальше поехали. 16 слоев. И вот на этом этапе у нас что-то не то. Ширина не покажет. Ну, тогда посмотрим описание. Использование latest метки. Он считает, что это не очень безопасно. Да, вот с пакетом у него проблема. То есть вот этот Debian Expat он считается небезопасным. В нем есть уязвимость. И он у нас тут где-то используется. вот CVE-шка у него есть семь с половиной, но это многовато, конечно. Позволяет отказ в обслуживании. Ну, то есть теоретически тут можно что-то переполнить. И фикс к нее нет. Поэтому такой высокий уровень. Ну, и вот здесь уже есть одна high уязвимость, а чем ниже мы спускаемся, где-то единица, где-то двойка. Спускаемся дальше. Так. Вот здесь двойки, а здесь он уже ничего не пишет. Это не значит, что их нету, это значит, что у него нет информации на эту тему. Но суть в том, что да, везде есть уязвимости. И для того, чтобы узнать, какие уязвимости есть в контейнере, на самом деле, можно просмотреть просто образ, который используется, и увидеть, какие есть уязвимости, понять, что с этим дальше делать, а стоит ли это все вообще использовать. Еще один ресурс. это собственно относится не только к контейнерам, это вообще относится к линуксу. В линуксе есть команды, есть штатные команды, но у этих штатных команд есть некоторые дополнительные ключи, которые позволяют делать какие-то действия. Например, если у нас есть судо на запуск докера, мы можем выпрыгнуть и получить рута в хостовой системе. Делается это довольно просто. У меня используется сборка, установка Ubuntu по умолчанию. Здесь у нас докер идет под судо. Необходимо на самом деле специальные действия предпринять для того, чтобы докер не работал под судо. Его в группу добавить. Здесь ничего не сделано. Здесь просто установлен Ubuntu свежий и под ним через APT install установлен докер.io. У нас быстренько загрузился наш Alpine. Вот этот образ слегка весный. Посмотрим. Вот. Я здесь вижу, что это машина с VD надо конечно shadow смотреть. Я уже вижу, что это с хостовой машины, потому что пользователь кубер есть только на хостовой машине. Соответственно, мы получили рута на основной машине. Все потому, что мы запустили контейнер под судо, соответственно, под рутом и потом выпрыгнули в хостовую систему, подмонтировали ее и запустили shell. И все, у нас теперь есть рут в хостовой системе. Мораль такова, что нельзя давать судо на запуск докера, нельзя позволять пользователю грузить любые образы, потому что тогда он сможет проделать подобные действия, как в этом примере. ну и вообще рекомендую этот сайт для всех, кто работает с Linux, потому что здесь есть много команд штатных операционной системы, но я все время find всем показываю в качестве примера, который позволяет выпрыгнуть. Немножко не мой компьютер, поэтому тут такие странные вещи происходят. ну нам не важно, главное, что он команды не переводил. Вот пример команды find, у нее тоже есть ключик exec, позволяющий выполнить любой выполнимый файл. Соответственно, если у нас есть судо на find, то у нас есть возможность получить рута в системе, поэтому аккуратнее с правами судо, не раздавайте их на любые команды, а если раздаете на конкретные команды, соответственно, смотрите, что эта команда умеет делать. Так, ну вот что касается таких практических примеров простых, есть ли какие-то вопросы? так, ну тогда перейдем к рассмотрению нашего курса, его программы. Как у нас вообще строится обучение? Обучение выстроено в формате вебинаров онлайн. Вебинары проводятся, ну в случае с этим курсом по вечерам. понедельник-среда с 8 часов проводятся. Все записи, занятия и материалы, представляемые предавателями, сохраняются в личном кабинете и остаются наступны даже после окончания обучения. То есть, если вы не успеваете на занятия в этот день, вы можете потом посмотреть запись, как бы выполнить те практики, которые там есть. Если у вас возникли какие-то вопросы, вы в принципе их можете задать в чате, есть телеграм-канал, то есть чат во время занятия, если смотрите в записи, тогда вопросы можно задавать в телеграм-канале. Домашние задания. Как минимум четверть занятий содержит домашние задания. Домашние задания позволяют применить на практике полученные во время вебинаров знания. По каждому домашнему заданию преподаватель дает развернутый фидбэк. Если у вас возникли какие-то вопросы, вы можете их задать вместе через форму сдачи домашнего задания или вместе с домашним заданием, и преподаватель вам ответит, объяснит, что не так. Домашние задания можно сдавать до конца обучения, не обязательно делать к следующему занятию, главное их в принципе сделать. В процессе обучения можете задавать преподавателю вопросы по материалам лекций, домашних заданий, уточнять моменты, которые были непонятны на уроке. То есть опять-таки для этого у нас есть канал в телеграмм и мы можем в нем задавать вопросы. Временное обучение от 4 академических часов на занятия 4-8 часов на домашнюю работу в неделю. То есть это два раза по полтора часа. Понедельник с 8 до половины десятого и среда с 8 до половины десятого. Домашние задания опять-таки сколько времени займет уже зависит от вас, от вашего уровня компетенции, потому что для кого-то домашние задания кажутся довольно простыми. Для заданий на этом курсе вам нужен будет докер, вагранд хорошо, если вы сталкивались с этой системой, тогда вы быстрее сможете разворачивать. Программа обучения на курсах обновляется каждый запуск в зависимости от актуальных запросов в сфере IT-технологий. На самом деле учитываем отзывы предыдущих групп, потому что по каждому занятию можно поставить оценку, можно написать отзыв, иногда бывают довольно развернутые отзывы, особенно когда что-то не понравилось, и плюс если вы даете какие-то замечания в начале курса, то есть возможность, что мы подстроимся, как-то подкорректируем уже в процессе вашего курса под ваши потребности. Есть занятия типа сессия вопросов и ответов, когда вы можете спросить руководителя курса, задать какие-то вопросы о том, что непонятно, там также проводится разбор домашних заданий, особенно тех, которые вызвали затруднения, то есть такая обратная связь. Посмотрим. Что у нас на сайте все направления перечислены, в которых мы уже говорили, посмотрим безопасность. Здесь внедрение работы в CICOPPS, курс начинается уже совсем скоро. Тут есть тестирование, где надо ответить на некоторые простые вопросы. Тестирование сделано для того, чтобы помочь прежде всего вам понять, готовы ли к этому курсу или все-таки для вас это слишком сложно, потому что есть уровень профессионал, соответственно, уже предполагает какие-то знания. Для кого курс для разработчиков, девопс-инженеров, тестировщиков, архитекторов, специалистов по информационной безопасности. Необходимые знания, уже опыт обслуживания приложений все ICD, то есть понимаешь, что такое JetLab, Jenkins, другие инструменты, опыт работы с JIT, работа с инструментами автоматизации конфигурации. То есть как бы у вас уже должны быть какие-то базовые знания, потому что если для совсем начинающих у нас есть другие курсы, и basic допустим, там как бы уровень несколько ниже. входной знаний, которые вы приобретете от модели безопасности защитами периметра к построению безопасности процесса разработки. То есть во многих организациях есть защита периметра, во многих организациях Firewall, там сетевые средства защиты, а здесь речь идет именно о безопасности разработки, о том, чтобы у нас на каждом шаге CICD участвовали безопасники, использовались инструменты по информационной безопасности, выявление и устранение уязвимостей, интеграция инструментов FB в процесс CICD, моделирование угроз, анализ исходного кода, защита, есть несколько лекций по REST API, потому что это связано тоже с разработкой, ВАВ, НГФВ, ПЕН-Тест, СИЕМ, то есть такие знания по многим направлениям информационной безопасности. Процессы обучения мы уже смотрели, есть практические задания, которые тоже можно делать вместе с преподавателем на занятии, можно сделать потом, когда удобно будет. Так, ну это мы еще посмотрим. Формат обучения программы. Введение в курс термины, стандарты, методики информационной безопасности. Эта лекция посвящена тому, чтобы говорить на одном языке все последующие занятия, чтобы было понятно, о чем идет речь, чем CVE через V отличается от CVE через W, да, что такое там, тот же АВАСП, что такое матрица Метре, BDU, стэк, вот здесь все это разбирается. Рынок и B основные тенденции инструмента для мониторинга. Тоже какие есть сейчас тенденции на рынке информационной безопасности, какие основные угрозы, от которых надо защищаться, вот здесь это рассматривается. Основные принципы обеспечения информационной безопасности, стэка, приложения, инфраструктуры. Общие подходы к информационной безопасности, лучшие практики. Вот это здесь рассматривается. Такой вводный модуль из трех занятий. Дальше уязвимости АВАЗ. АВАЗ ТОП-10 ВЕП, АВАЗ ТОП-10 РЕСТОПИ. Немножко разные ТОП-10. Некоторые уязвимости там совпадают, некоторые отличаются. Традиционно лекция по ВЕП очень популярна. Эта тема как бы РЕСТОПИ это немного другое, это не совсем обычный ВЕП, но тоже схожая технология. Дальше большой раздел по разработке. здесь PHP, Java, Node.js, .NET, Python. Python там отдельные фреймворки рассматриваются, Flask, Django. Здесь безопасная разработка программного кода, там идет эксплуатация уязвимости переполнения буфера, то есть по крайней мере когда я веду это занятие, там мы буквально пишем exploit. Есть уязвимое приложение, мы смотрим в отладчике область памяти и туда загружаем exploit и это приложение запускает калькулятор. То есть некоторые базовые знания ассемблера было бы неплохо иметь для того, чтобы понимать этот материал. Безопасная разработка в Ruby, Kotlin, ну и сессия вопросов-ответов. То есть различные языки охватываются, фреймворки, то есть интерпретируемые языки, компилируемые, но здесь речь про си идет на этом занятии, вот соответственно рассматривается все это. Контейнеры, серверные, сервер тему поняли. Потому что иногда приходят безопасники, которые с докером вообще не работали, им надо все это объяснить. Оптимизация, безопасность, основные компоненты Kubernetes. То есть дальше мы переходим к оркестрации контейнеров, рассматриваем Kubernetes, вот отдельное занятие с практикой по Kubernetes, для того, чтобы тоже было понятно, что это такое. Обеспечение безопасности в Kubernetes, и я не вижу лекции по Linux. Здесь еще обычно была лекция по Linux. Здесь только сейчас безопасность Windows осталась, вот она тут немножко сбоку получается. Соответственно дальше мы идем говорить о средствах защиты. Обеспечение безопасности CICD толчейна, что из себя представляет процесс CICD, и какие средства мы можем встроить на каждом этапе этого пайплайна. Обзор общего DevSecOps инструментария. Здесь у нас основной упор делается на опенсорсные решения, именно для того, чтобы избежать какой-то вендор зависимости, иностранных решений. Open Source в этом плане лучше всего. Анализ исходного кода на безопасность. То есть подаем на вход исходный код неоткомпилированный и дальше у нас анализатор смотрит, что с этим можно сделать. Здесь рассматриваются тоже бесплатные средства для различных языков. То есть практически для каждого языка программирования есть свой анализатор исходного кода, который поддерживает данный язык, обнаруживает небезопасные функции. Про это будет рассматриваться. Защита для REST API внутри микросервисных приложений и на бакэнд. То есть REST API прикладной интерфейс программирования опять-таки рассматривается то, как его защитить. WAF для защиты WEP, REST API защиты от ботов. Опять-таки занятия сессии вопросов и ответов для того, чтобы по предыдущим занятиям вы могли задать вопросы. Песочницы, НГФВ, обнаружение действия внутренних нарушителей. Здесь говорим про ПАМ-решение, говорим про анализ событий, про EDR, такие средства защиты. Мониторинг безопасности реакции на события это CEM СААР решение. Здесь предполагается рассмотреть практику для CEM важных. Такой пансорс на CEM есть. Моделирование угроз, тестирование на проникновение. Здесь речь идет про пентест, про то, как можно выявлять уязвимости про работу белых хакеров, скажем так. Ручное автоматизированное тестирование на проникновение, план проекта, и дальше идет проектный модуль, то, чем у нас должен завершиться наш курс. Здесь вы должны выбрать тему, согласовать ее с руководителем курса, дальше будет занятие, посвященное обсуждению, тема проектной работы, консультации по возникшим вопросам, по проектной работе, и, соответственно, защита проектов. Уже с преподавателем, с руководителем курса вы проводите защиту своей итоговой работы. Что касается занятий, можно обратить внимание, что к некоторым занятиям у нас есть ДЗ, соответственно, тут у нас будут домашние задания, которые тоже хорошо бы выполнить. Вопросы, какие, например, будут ДЗ, ДЕФТИКОП, стенды, для ДЗ не предоставляете. И про SE Linux. Про SE Linux в этом курсе в тех занятиях, которые я вел, там SE Linux не использовался, но, возможно, в других есть. стенды, ну, если у вас нет возможности у себя развернуть виртуальную машину, то мы обычно предлагаем там, на Яндекс. диске, на Яндекс. облаке можно там какой-то бесплатный, скажем так, дается ваучер, что ли, на какую-то сумму можно бесплатно использовать виртуалки в этом облаке, разворачивать на эту сумму. Когда вы только регистрируетесь, вот подобный механизм используется, если у вас нет возможности свой стенд развернуть, мы предоставляем описание в Агранте, что нужно сделать, там Вагрант, докер-файл, что нужно сделать для того, чтобы запустить среду для домашнего задания, на некоторых занятиях есть просто докер-контейнер, вы его запускаете, в него заходите и там, допустим, запускаете анализатор Selangtidy для исходников на СИ и проверяете их там, ищите нужные уязвимости. Есть занятия, где нужно Django развернуть, проанализировать на уязвимости, на других занятиях там надо тоже виртуалках разворачивать кубернетис, тоже действия выполнять по настройке. Что касается ДЗ, домашние задания разного уровня сложности, то есть некоторые обычно проблем не вызывают, а по некоторым там вопросов много. Ну вот здесь, например, анализ исходного кода. Есть утилита Selangtidy, спускаем контейнер и в нем с помощью этой утилиты анализируем. Здесь необходимо провести анализ уязвимостей в Django. По Java PHP здесь по-моему надо тоже какой-то фреймворк проанализировать и соответственно написать какие в нем есть уязвимости. Обеспечение безопасности, основные компоненты Kubernetes. Ну тут логично, что надо все это будет развернуть. То есть нужна будет виртуалка, в которой развернуть непосредственно Kubernetes, выполнить те задания, которые есть в ДЗ. Тут изучить что-то из инструментов, насколько я помню, по СИЕМам вот важу как раз посмотреть. Тут я уже не помню, что именно. Вот соответственно такие задания. Отчет о домашнем задании вы присылаете через форму, преподаватель смотрит, отчет представляет собой, например, вордовый файл с картинками, ну и какими-то базовыми пояснениями. То есть много времени на оформление тратить не надо, вы должны просто показать, что у вас запустилось, что вы выполнили те пункты, которые были в домашнем задании. Пускные проекты. Вот у нас тут есть некоторые примеры, что он из себя представляет. Jenkins Popline для автоматизации сканирования образов контейнеров. Нам что-нибудь более подробное покажут. проектная работа, инструменты. То есть фактически есть контейнер, мы Jenkins запускаем задачу, которая сканирует этот образ с помощью тривия, недостатки конфигурации, вот Docker Bench, map, сканер сетевых портов. Самое сложное это поставить Jenkins и настроить его на выполнение всех этих задач, потому что связь нескольких систем, скажем так, нескольких решений, это всегда такое узкое место. Это что касается итоговых работ, план трансформации деятельности компании. Планировалось ознакомиться с культурой, адаптировать инструменты. Вот тоже можно почитать, что из себя представляет итоговая работа. Здесь опять-таки вам может предложить и преподаватель тему итоговой работы, вы можете сами что-то предложить, если у вас это связано с рабочей деятельностью, с дипломом, то тоже можно обсудить с преподавателем и найти подходящий вариант, чтобы это всем было полезно. Все это тоже можно почитать. Да, у нас большая команда. Сергей руководитель курса 4 года в Отус, полная статистика, специалист по этим решениям, преподает не только на Девси Кобс, но еще на других курсах. Соответственно, опытный специалист. Даниил тоже преподает на других курсах, специалист по этичному хакингу. Анастасия много на каких курсах преподает, специалист многим направлениям и по программированию, и по ICD, и различные исследования по информационной безопасности. Антон, специалист по защищенности, работает в банковской сфере. Ну, собственно, про меня немножко тоже преподаю на нескольких курсах, да, вот тут довольно большая статистика. Иван, специалист по анализу безопасности и реверсингу мобильных платформ, тоже преподает на нескольких курсах. Станислав, тоже специалист по CI-CD, контейнеризации, кубернетис, вот на скольких курсах преподает. Руслан, тоже специалист по инструментам CI-CD, разработке конвейеров. Алексей создавал продукты в лаборатории Касперского, она тоже уже давно преподает. Вот Александр, практический опыт в Экспраксис для инфраструктурной безопасности облака, Secret Key Management. То есть у нас довольно большая команда опытных специалистов, большинство преподает на других курсах также, ну и уже по нескольку лет. То есть действительно опытные эксперты. Мы вернемся к нашей презентации. Немного такого бонуса в виде карьерной информации. Ну вообще Девопс, Девсекопс почему-то иногда считают, что это человек, что это специалист. Хотя на самом деле это культура, методология, направление. Но тем не менее, вот искали по слову Девсекопс в феврале 24-го года для соискателей в России. Вакансии для аудитории с опытом работы от года до трех лет и источник у нас Headhunt. Медиан 130. Ну тут уже надо смотреть по регионам, где конкретно. Изначально вот тут представлен магический квадрат для специалиста по кибербезопасности. Ссылка на канал Лукацкого. Алексей Лукацкий раньше работал в СИСКО. Сейчас, насколько я знаю, в позитиве продвигает их решение. Ну вот что у нас тут есть. Облачное решение, анализ данных, кибербезопасность, интернет вещей, амазоновские облака, блокчейн, то, чего у нас нету, ну и не должно быть. Где у нас еще что-нибудь, чего не должно быть? Вот тоже еще вендор, которого не должно быть. Ну в основном технологии все-таки, что в общем-то правильно. SD-WAN это сеть, которые, как бы сеть строится в зависимости от того, какой трафик нам необходимо передать, какое приложение у нас передает трафик, в зависимости от этого мы и строим маршрут между узлами. Для электронной почты нам не важна задержка, мы можем пустить трафик по одному маршруту. Для какого-нибудь там онлайн-конференции нам критична задержка, соответственно, маршрут будет другой, более быстрый, более производительный. Вот это же такой SD-WAN. Ну много всяких слов разных. Хранилища по-прежнему востребованы, ДБА по-прежнему востребованы, IT-SM, и тоже, да и SQL, в общем-то, никуда не делся. Поэтому, то, что было там 10 лет назад востребовано, оно остается и сейчас. Навыки. Моделирование угроз, статический анализ исходного кода на безопасность, то, про что мы говорили, динамический анализ, стороннее открытое программное обеспечение, НОСЦА, анализ зависимостей, тестирование на соответствие стандартам, усиление конфигурации, применение менеджмента секретов сертификатов, применение защиты для РСТ-АПИ внутри микросервисов, ВАФ и НГФВ, ПЕН-тест, СИЕМ и криминалистическая экспертиза. То есть, это такой сборный список требований к соискателям, которые вот востребованы для специалистов по информационной безопасности. Инженеры внедрения стека DEVC COPS. Командная строка ОСС семейства Linux. Они уточняют, что именно имеется в виду. Кроме BASH может что-то еще быть. Опыт написания скриптов BASH Python. Ну, хорошо, здесь уточнили. Знание сетевых технологий будет плюсом администрирования серверов. TeamCity JetLab CI Jenkins. То есть, что касается стека CI-CD. Ansible Terraform автоматизация. Ansible автоматизация развертывания на рабочих местах. Terraform автоматизация развертывания виртуальной структуры. Прощение. Настройка NGINX веб-сервер настройка системы оркестрации контейнеров Kubernetes. Вот, соответственно, есть такие требования. инженер Девсиков. Здесь у нас уязвимости о вас в топ-10. Способы эксплуатации. Опыт работы системы безопасности с теми сканерами безопасности. Бандит – это для питона, насколько я знаю. CheckMax – это сложная система, интегрируемая в среду разработки. Апскринер есть еще. Dependency Check – анализатор зависимостей. Dust имеется в виду использование Avasp.Zap, BarbSuit, вот таких инструментов. Написание скриптов для автоматизации задач. Работа с системами WAV, система контроля версии, имеется в виду джид, практические навыки построения CICD. То есть будут спрашивать, что такое коммит, что делать в той или иной ситуации, какого-нибудь конфликта между версиями при слиянии и так далее. Опыт работы системами контейнеризации, практический опыт обеспечения безопасности кубернетис, различные инструменты, опыт работы с Ansible, Unix, Linux, внутренний механизм безопасности ООС. Ну, английский понятно. То есть такие практические навыки требуются. Из этого почти все рассматривается в нашем курсе и, соответственно, если его успешно пройти, то вы сможете во всем этом разбираться. Так, ну, остается задать некоторые вопросы, да, если у вас есть КА-8С, нужен полный или мини-куб? Ну, вообще достаточно мини-куба. Полный тут разворачивать как бы не нужно. Полноразмерный руками разворачивать? Не, ну, мини-куб-то да, но его чего там особенно разворачивать? Как бы все должно умещаться там в одну виртуалку, как бы никто не требует зоопарк целый разводить, поэтому мини-куба достаточно. На выбор не два проекта, просто у нас на сайте выложены два этих примера проектов. А на самом деле было сдано намного больше проектных работ, и вы можете выбрать темы, конкретно они будут представлены вот на этих последних занятиях, когда руководитель курса вам расскажет, какие есть темы для проектных работ. Ну вот да, как бы амазоновских, азуров, всего этого не должно быть в России, то есть понятное дело, что они есть на этом слайде, есть на этой схеме, диаграмме, но вы с этим можете столкнуться, ну или если это было где-то в описаниях вакансий, можно сейчас тоже посмотреть, здесь таких ошибок уже не допускают, касается иностранных коммерческих решений, ну вот, то есть это только вот, как бы к этому слайду относится, что не все из этих решений можно встретить в России, а если вы их и встретите, то возможно в контексте миграции с них на какое-нибудь российское решение, так что да, этих решений тоже не должно быть, ну соответственно вернемся к нашей презентации, курс у нас запускается уже совсем скоро, через две недели, 28 февраля. Соответственно, просьба пройти опрос, где-то тут он у меня был спрятан, единственная проблема в том, что пройти этот опрос могут только те, кто зарегистрирован на сайте Отуса. тим тим сити тоже коммерческая соответственно может возникнуть необходимость миграции с этой системы. на этом на этом у меня все. Если есть какие-то еще вопросы, тогда задавайте. Спасибо за внимание. Будем рады видеть вас на обучении. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok